уважаемые подписчики зрители моего канала всем добрый день сегодня у нас на сен сирена в 25 кузове сегодня у нас замена будет масло вариаторе будет частичная смена то есть мы его масло зальем зальем и будет замена масла в редукторе в заднем и в раздатке передней поехали прежде чем мы приступим к сливу масла нам надо убрать здесь металлическая броня стоит у хозяина установлена сама передано сейчас мы снимем клипсы здесь много надо будет снимать вот здесь 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 тут и вот здесь сзади у нас на 13 болтики теперь можем заглянуть под эту броню и видим что что броня прикручена здесь это торчит ручка закладной тут тоже . закладной и здесь болтик все это он скорее всего 13 при помощи вот такого ударного гайковерта моего вставил на откручивание и откручиваем задний мы просто ослабляем потому что здесь есть пропива и сдвигаем ее вот и наш доступ щеточка полиметаллополимерная очищаем то место где будет сливаться у нас масло торцовый ключ на 19 понадобится ослабляем ослабили тазик готов установлен чистенький откручиваем сливную пробочку зелененькая еще пойдет ждем пока сольется масло стекло практически полностью выкачивать мы оттуда ничего лишнего не будем аккуратненько вкручиваем обратно пробку прокладку проверили стоит пока предварительно подтянем ее чтобы она у нас не текла а потом в книжке посмотрим нужный момент измеряем его количество еще не совсем черное еще видно что зелененькая но уже она изношена 4 литра сольем сколько у нас еще осталось в тазике где-то литра два чтобы нам не мешалось наш ресивер мы его аккуратненько демонтируем отсюда одну клипсу вытащим из крепления ресивера а здесь просто она у вас одета здесь под ресивером еще стоит крепление ресивера резинового здесь немножко подкрыли сняли освободился наш щуп вот он теперь его оттуда достаем вот он и туда вставляем нашу воронку таким образом выглядит воронка это дюрит 16 примотанный на изоленту к воронке этот дюрит чем хорош он влазит прям поверх трубки щупа и никаких проблем у нас с заливкой не возникает так как мы слили 4 литра мы 4 литра и зальем наша новая канистрочка масла масло аналог аккуратненько поддеваем готова канистрочку мы протерли очистили продули заливаем зелененькая какой-то он не зелененькая синенькая но что привезли то избивали 4 литра есть теперь эти четыре литра мы можем залить в эту пустую канистру в канистру переливаем наши 4 литра нервная емкость освободилась заливаем остатки на полторы литра не дошло где-то 1250 вторая наша . готова к открытие также протерли продули аккуратненько вскрыли нам надо залить 1250 вторая емкость у нас мерная есть еще 250 теперь все что вы слили у нас готова к заливке заливаем нашу норму слитую сколько слито столько и залита запускаем меряем масло выставляющий уровень и с маслом в коробке заканчиваем момент затяжки пробка у нас 34 и 3 ньютона то есть 35 ньютон мы поставили затянули теперь лезем наверх измеряем уровень нашего масла теперь трещотка удлинитель ключ на есть масочка течет это плохо откручиваем есть подставляем нас и поехали масло идеально чистое но решено сменить масло слилось закручиваем пробку пока предварительная затяжка будет потом затянем момент пока просто подтянули потом помимо для ним старая масочка чистая принципе можно было и не менять но есть новая заливного шприц жены у нас здесь у нас забито масло трансмиссионное здесь была не полная канистрочка и и мы расходуем и будет снова и доливать проверяем шприц что он работает чтобы не вырвать не сорвать набираем полный теперь смотрите вставляю сначала шприц тудой а капнула на руку трудной зеленкой и потом в заливную горловину вставляем на меня капать а а ненавижу трансмиссионное масло только потому что она вечно капает вечно капает на тебя потом воняет залили и таким образом заливаем пока не будет полная момент затяжки 35 не тонн мы нагородились городе такую но здесь немного теперь заливная пробка так как нам там все мешается мы нагородили вот такую городьбу то есть шестигранный ключ на 10 торцовая головка на 10 торцовый ключ самый короткий удлинитель из всех что есть на средний квадрат все это туда позиционируем есть теперь туда включаем наш динамометрический ключ и затягиваем теперь нас ждет та же процедура с задним редуктором сначала мы откручиваем заливную мерную скажем так здесь я все очистил проду и вперед хорошенько там было затянуто пододвигаем на всякий случай откручиваем это контрольная заливная горловина идеально чистое прозрачное масло но сказано знаменит меня ждем пока сольется масло стекло пробочка ваша готова магнит мы вытерли на нем немножко было грязи но это потому что мы меняли недавно масло как недавно сколько-то десятков тысяч километров но закручиваем обратно сливную электрический ключик на 35 ньютон готова масочка наша ровненькая новенькая шприц и вперед наш второй шприц это уже 300 и еще где-то чуть-чуть около 100 миллилитров должно быть еще у нас не полная мы померили наливаем еще немножко закручиваем пробку верхнюю заливную она же является и для проверки уровня масла наверно и тоже так же 35 ньютон затягиваем протираем врубил вырубай щуп наш вставляем в книжке написано что щупать надо не так как он защелкивается в противоположной стороне чем это не знаю с чем это связано но сейчас мы щупать ничего не будем сейчас мы поедем на прогрев здесь мы все сделали осталось клипс очка и наш ресивер ресивер сначала загоняем его родное место есть теперь здесь в установочное место представляем клипса вот она вот она вот она здесь мы закончили поедем кататься на машине прогревать вариатор достаем наш щуп машина у нас прокатилась 10 километров наверно вытираем его насухо по скоростям всем прошлись теперь в книжке написано что на и защелка не защелка в противоположную сторону с чем связано не знаю мы померим так и смотрим сколько у нас масло выше уровня почему-то показывает здесь у нас две метки это холодно и это холодно вы выемки а вот это вот сеточка это горячая то есть это нижняя уровень горячего сеточки это верхней сейчас еще раз измерим чуть чуть выше горячая риск горячего но это может быть связано еще и с тем что мы хорошенько так прокатились на ней но это я думаю ничего страшного пока пойдет потом еще померим на этом с этим автомобилем мы заканчиваем всем спасибо за просмотр всего доброго до свидания подписывайтесь на канал и ставьте лайки а вот и хозяин данного автомобиля он решил тоже поучаствовать на видео всем привет